О-оу! Интересно, кто-нибудь уже снял обзор на новый Panigale V4? Привет, друзья! Сегодня для вас мы снимаем первый в России обзор Ducati Panigale V4. Точнее, у нас их будет три. Простой, стандартный Panigale V4, Panigale V4S и предыдущая модель 1199S. Мы сравним их внешне, расскажем некие тех характеристики, послушаем, как они звучат, посмотрим, что есть у них в меню, что изменилось. Ну и вообще расскажем про них немножко вам в целом. Вот наши красотки стоят V4, V4S и 1199S в специальном цвете. Видите, это нестандартный цвет, поэтому не смотрите, что, может быть, он в кадре смотрится красивее, чем вот эти две новые малышки. Для начала просто рассказать разницу между обычной версией и версией S. В принципе, изменения все те же самые, что и были до этого у моделей обычных и моделей S. Первое, наверное, самое такое яркое, это подвеска. Модель S оснащена вилкой Yolens, амортизатором Yolens с электронным вариантом регулировок и настроек. То есть во время езды вы можете с помощью пульта сделать ее жестче или мягче, в зависимости от того, как вы бы хотели или вам было бы комфортней. Простая же модель оснащена подвеской шова. Это простые классические масляные картриджи и амортизатор. Немножко вернемся к заднему амортизатору. Вернулись к классической компоновке. Классически расположили задний амортизатор вертикально. В то время, как на предыдущей модели амортизатор расположен сбоку, почти в горизонтальной плоскости. Но при этом, при всем, майдник оставили по-прежнему консольный, как на предыдущей версии. В обычной версии стоит ноунейм демпфер, который демпфирует наши колебания руля. Здесь же уже установлен демпфер Yolens с также электронным. В зависимости от скорости, больше гасит ваши колебания. Если скорость больше, соответственно, демпфер становится туже. Скорость меньше, демпфер более свободный, и вам комфортно перемещаться на маленькой скорости и маневрировать. По-прежнему остались те же 330-е диски тормозные с суппортами Brembo. Модель суппортов немного изменена. Очень похожа на предыдущую версию M50 суппортов, но выглядит немного по-другому. Торможения у Ducati всегда были на высоте. И я очень долго сомневался, останется ли вот это агрессивное торможение у Ducati. Почему? Потому что предыдущая версия с двигателем двухцилиндровым, она очень сильно помогала тормозить мотором. Здесь все-таки у нас V4, поэтому были некие сомнения. Но когда я прокатился, по-прежнему вот это вот эффективное торможение, торможение двигателем, оно осталось. Он стал немножечко толще, поплотнее стал у него бак, такой пошире. Установлена часть рамы, то есть на предыдущей версии все крепилось на моторе. У нас на моторе был передний рулевой стакан, и прямо к мотору крепился задний маятник. Здесь же у нас вставлен вот такой небольшой кусок рамы, на котором все это держится. Сбоку изменены сзади немного формы, форма заднего фонаря. Здесь сделаны такие красивые прорезы воздуховода, не знаю как. Хвост вообще не смотрится, здесь не сочетается, почему бы его не сделать таким же коротким, как на предыдущей версии. Формы поворотников остались те же, то есть не стало ли Ducati заморачиваться. Другой материал на сиденье, сиденье такое с возвышенностью, то есть оно не обшито кожей, но приятное на ощупь, сидеть не так скользко, мне нравится. А мотоцикл стал немножко тяжелее, если предыдущая версия была 165 килограмм заявлена, то эта версия на 195. Но при этом силу здесь уже 214, как в предыдущей версии 195. Что могу сказать по посадке, по сравнению с предыдущим, за счет вот этого объема бака, он не стал каким-то неуклюжим, он не стал слишком громоздким, они по-прежнему сохранили очень маленький узкий обтекатель. Из негатива то, что я заметил, в теплую погоду, когда едешь, очень сильно вот от этого куска рамы, тепловая отдача, она очень сильная. Когда мы держим у бака, сидим чуть дальше, это не так чувствуется. Когда мы останавливаемся где-то на стафоре, стоим, прям обжигают ногу, если вы едете в мото-джинсах, мотоцикл действительно сильно греется и большая тепловая отдача у него. По рулежке мотоцикл комфортный, он мягкий, он в меру мягкий. Он остался в Ducati, он по-прежнему классно и маневренно рулится. Ребят, что лично мне еще не понравилось? Это пульты, то есть они, с одной стороны, удобные, функциональные, их удобно нажимать в перчатках мото, ты не ошибаешься, не попадаешь мимо, все четко, достаточно понятное, интуитивное меню, но качество этих пультов, такое ощущение, как будто, ну, Китаем попахивает, короче. Естественно, у нас Brembo машинки стандартные, вот эти рычаги у Ducati, которые мне всегда очень нравились в их исполнении, они завода приятные, и я бы не менял, как некоторые делают, меняют оригинальные рычаги на всякую другую, ну, на всякие другие фирмы, производители, иногда, зачастую, которые бывают хуже. Единственный минус, что эти рычаги не складны, и даже при маленьком падении, или если вы уронили мотоцикл, вы можете его обломать. Давайте полазим по менюшке предыдущего Ducati и нового, и посмотрим, что же концептуально изменилось там, как теперь выглядит приборная панель, как выглядит меню изнутри, я думаю, всем интересно, давайте посмотрим. Задерживаем нижнюю кнопочку, заходим в меню. Так, вот такое меню у нас открылось, первое это riding mode, здесь мы выбираем наши режимы, wet – мокрый, спорт – это средний режим, и race – гоночный режим, который раздушивает нам всю нашу мощность. Здесь у нас настройки по оборотам можно отсечку поставить, уровень батарейки, пин-код, часы, дата, понятно. Переключая кнопочки вниз, здесь мы можем отслеживать температуру воздуха, температуру двигателя, средний расход, среднюю скорость, время пути. Дальше у нас динамик трекшн контроль установлен сейчас на пятом уровне, торможение двигателем, DQS – это квикшифтер, который сейчас включен, и ABS – это система ABS, все знают, сейчас на уровне двойки у нас установлен. Значит, вот так выглядит наша приборочка, по мне так она очень понятна, информативная, немного больше, чем предыдущая. Буквально две минуты я лазил до этого, и все интуитивно понятно. Гораздо больше настроек на режимах различных. Первое, мы заходим у нас в Ducati Traction Control, то есть 8 уровней трекшн контроля. Мы сами можем подбирать под любой наш режим Ducati Vili Control. Мы сами в городских условиях, как нам нужно, выставляем Ducati Slide Control. Внимание! То есть вы просто в стандарте покупаете мотоцикл, и можете настроить уровень проскальзывания заднего колеса. Двигатель, выставляемый режим двигателя, самый мощный, медиум и самый низкий. Дальше, ABS, три режима ABS. Ducati QuickShifter, о чем я хотел здесь сказать. По сравнению с предыдущей версией, здесь QuickShifter работает в обе стороны. То есть не только на повышение передач, но также и на понижение. Вам не нужно трогать сцепление, вы просто тормозите, переключаете ногой, и передачи сами, как по волшебству, переключаются. Lab включить, если мы ездим по треку. Такое вот у нас приятное меню. Что могу сказать? Такое понятное, интересное меню, позволяющее делать действительно много настроек. То есть с таким настройкой мотоцикла мы комфортно можем выехать на трек и настроить мотоцикл приблизительно так, как тебе нужно. Как нужно это пилоту. Очень круто то, что просто при езде в городе у нас пошел дождь, и мы не просто включили в этот режим, который задушил нам мощность. Мы можем сделать на максимум себе проскальзывание колеса, сгладить режим мотора, сделать его более плавным. И самое главное, что все это просто понятно с первого нажатия кнопок. Любой человек, который имеет даже малый опыт, не то, что управление байком, но вообще управление какими-либо системами, настройками. То есть он просто зайдет, там все написано интуитивно, понятно и сделает так, как ему нужно. Я ездил на этом мотоцикле. Мне понравилось, как работает двухсторонний крикшифтер. Очень мягко, четко, без всяких там рывков. Классно. Я думаю, что одной из причин перешли, но на блок управления Bosch, в то время, как раньше использовали блок управления Mitsubishi. Я думаю, все-таки, ну, Bosch это Bosch. Вот. И они довели электронные системы до ума. И действительно, мы это видим. То есть, на... Блин, колоссальная разница, реально. Я вам все перед этим рассказал уже. Мы видим. А сейчас давайте позовем специалиста, который немножко больше нам расскажет о спецификах мотора, старого, нового мотора. Чем они отличаются? Может быть, какие-то интересные факты? Итак, знакомлю вас с нашим специалистом Денисом. Денис уже много лет работает с Ducati. Основное отличие этих двигателей – это развал цилиндров. Как многие думают, что это L-образный двигатель, думая про V4, но на самом деле этот двигатель уже называется V, V4. Этот двигатель оснащен системой газораспределения, которую вы уже все знаете. Он называется Десмо-привод. В этом случае этот двигатель называется Десмо-седич и управление 16, то есть 16 клапанов. Особенность этого привода – это принудительное открывание и закрывание клапанов. Это позволяет крутить этот двигатель до более высоких оборотов, нежели рядные двигатели или двигатели с пружинным приводом, возвратным приводом клапанов. Здесь применяется такой же привод, как и на Panigale 1199, и в двигателе Ducati V4 применяется обратное вращение коленчатого вала, что позволяет сбалансировать этот двигатель на высоких оборотах и также на низких оборотах, и позволяет сделать двигатель более эластичным. Совершенно новый двигатель. Он как бы сырой. Мы еще не знаем, на что он гора, сколько он там проходит, но были проблемы у Ducati, всеми известны, что не так много ходили двигатели, не славились своей надежностью, достаточно капризные, за которыми надо было следить. Как ты думаешь, какие ставки на новый двигатель кардинально, может, скажешь? Новый двигатель V4 гораздо надежнее, чем двигатель Panigale 1199, привод валов газораспределения через промежуточную шестерню. То есть, один вал приводится в движение цепью, и на другой вал привод производится промежуточной шестерней. Нежели как у Panigale 1199, цепь идет на два вала сразу, на одном цилиндре. Я считаю, что эта конструкция гораздо надежнее. С одной стороны, некий шарм Ducati, когда он трясется, вот эти звуки, гремит там, как телега, сухое сцепление, ну, я думаю, что он потеряется. На холостых оборотах он не потерялся. Мы сейчас заведем предыдущую модель и новую модель Ducati. Вы сравните звуки, сравните то, как они работают. Но как только ты трогаешь и открываешь газ, вот действительно плавный, тяговитый мотор, приятно работающий, одинаково разгоняющийся тебя как с низов, так и на высоких оборотах. В общем, здорово. Спасибо, Денис. Давай заведем и покажем ребятам, как же звучат наши аппараты. Подытожим. Лично мне очень симпатизирует новая модель Ponygale. Круто продвинулись, виден реально прогресс. Прогресс во всем, в электронике, в дизайне, в двигателе. То есть это концептуально другой мотоцикл. Этот мотоцикл пока не допускается к спорту в связи с тем, что объем двигателя у него 1100 кубов. И на следующий год Ducati обещает выпустить литровый двигатель специально под спорт. Безумно интересно было бы затестить его на треке. Но я надеюсь, мы воплотим это в жизнь и покажем вам.